МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Впрочем, пока претензии на избирательство, в округе Светлане Могильной нет. Более того, жители Сорска знают, с их депутатом в экстренном случае можно связаться даже не в приемные дни. Между днями приема ее возникают какие-то вопросы. Звоним, говорим, она берет на вооружение, какие-то вопросы пробивает, дает ответы. И вот так мы с избирателем работаем. Непосредственность в решении вопросов, непосредственность в отношении с избирателями располагает к ней. Сегодня Сорск решает не только проблемы материальные, но и духовные. Это единственное муниципальное образование, где нет собственного православного храма. Сбор пожертвований на его строительство идет уже не первый год. Верховный совет внес свой вклад. Финансовую помощь от депутатов партии «Единая Россия» на создание прихода Светлана Могилина передала будущему настоятелю. Мы бы хотели, чтобы какая-то маленькая толика участия депутатов Верховного Совета легла в основание нашего так долгожданного этого храма. Поэтому мы посвятим. На невесту мы начнем нажить вкладку стен. И мне хотелось бы в знак признательно подречь вам эту икону. Сказавши, что иконы Божьей Матери у нас храм как раз в честь этой иконы. И чтобы она вас хранила и нашей благодарностью хранила. Между тем, с рабочими поездками Светлана Могильна столь же часто бывает и в Усть-Абаканском районе. Доможаковский сельсовет. Лишь с помощью депутата на территории наладили вывоз мусора, а в Али Тутачиков буквально с руин восстановили дом культуры, завезли современную аппаратуру. В поселке Оросительный создали детскую площадку. Каждый депутатский визит в праздник – подарки для детей-сирот и малообеспеченных семей. Очень приятно видеть и работать с такими активными депутатами Верховного Совета, потому как они в любое свободное время, и как только мы попросим, они сразу приезжают, чтобы нам решить те или иные вопросы. Такой объем работы, заготов жизнь сделать, это, знаете, уже очень надо стояще. Это помещение для школы в селе Весеннее сегодня стало незаменимым местом. Здесь проводят уроки и внеклассные часы. Узнают историю родной деревни, ее быт и культуру. А еще недавно о своем музее руководство школы лишь мечтало. Буквально с нуля помогли создать его депутаты Верховного Совета в лице Светланы Могилиной. Нашли спонсоров, организовали ученическую группу «Поиск». Мы используем тот материал, накопленный в нашей музейной комнате, который здесь имеется. А имеется здесь очень много материала. Это культура традиций хакасского народа, культура традиций русского народа и других народов, проживающих на территории Хакасии. Другая проблема учебного заведения сегодня лишь в стадии решения. Она, в отличие от музея, требует более весомых финансовых затрат – строительство столовой. Правда, помещение, где дети обедают, при школе, естественно, есть, но находится оно в разрез всем санитарным нормам в подвале. Добраться туда непросто. Вход в столовую лежит через бывшую кочегарку, а крутые спуски давно стали причинами синяков и ушибов. Очень часто, когда мы идем в столовую, происходит толкание. Многие годы весенненская школа не могла добиться строительства нового пищеблока. При небольшом бюджете средств на это в муниципалитете не хватает и сегодня. Между тем, шанс обзавестись просторным и, самое главное, неподвальным помещением есть. Слава Викторовна пообещала нам, что в 2015 году мы должны вселиться в новую столовую, которая уже, проект и все, готова на первом этаже. Вопрос о выделении денег на школьную столовую Светлана Могильна планирует поднять при обсуждении бюджета на следующий год и надеется, что другие парламентарии поддержат эту инициативу.